И в России есть проблемы с кадровыми, в политической системе людьми с кадрами. И за рубежом, на этом же Западе тоже есть такая же проблема. Вопрос в количестве этих людей некачественных. Что касается конкретно Запада, то я считаю, конечно, они всегда нам завидовали и будут завидовать только по одной простой причине. Громкие у нас такие, вот там у нас огромная страна, территория, культура у нас такая, Чайковский, нет, конечно, завидуют другому. Завидуют тому, что у нас есть нефть, есть газ. У нас очень много чего есть в нашей стране, понимаете? И поэтому, естественно, они устали зависеть от наших олигархов, которые «хочу, положу в этот банк, в Швейцарию, хочу в Англию». Вот, они устали вот трястись ручками своими, куда же эти деньги положат. Вот, несекаемое количество. Вот, это печально, конечно, все. Но я считаю, что когда вот эти санкции, все это, это все делается против народа в целом. Потому что мне кажется, ну вот я в Путина верю, как, да, я в него верю, правда, вот честно. Потому что многие считают, что это ложь, вот артисты из-за того, что он руководитель. Нет, вот предложим, там, прежние были у нас, там, Борис Ельцин, Борис Моисеев, Борис Ельцин, ну вот засыпал человек, да? Ну как можно засыпать? Выпить и сидеть, пьяный ничего не понимает. Это же, ну нельзя так. Это же, Брежнев там вообще трех слов связать не смог. Я вот смотрю, ну и ужас просто. Вот, поэтому у нас очень много внешних врагов. Мы сильные и яркие. Я вот по себе, да, идешь, там, вот ты высокий, там, мускулы у тебя, там, белая кожа, там, улыбка, все. Естественно, кривеньких, косеньких, там, их это раздражает. Вот. Но, естественно, то же самое я могу сказать и про другие страны вокруг нас. Конечно, они нам завидуют с вами, нам, гражданам России. И злорадствуют, когда видят, что у нас что-то не так, что у нас там есть, ну, ряд аферистов, я бы так сказал, да, которые там не для народа работают, а для себя. У нас есть такие тоже. Сейчас идет отлов их, слава богу, начался, и публичные казни происходят, я имею в виду, в прессе, там, вот этого, этого, сказали, там, я считаю, это правильно. Вот. Но всех под одну гребенку нельзя, я считаю, у нас есть и очень талантливые руководители.